МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Садар Джапаров акцентировал, что современные технологии позволяют значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемые административные процедуры в государстве трудоустройства. Необходимо предоставить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности. В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотров трудящегося, которые пройдены в стране выезда для пребывания в Российской Федерации. По аналогии с приложением «Путешествую без ковид», отметил президент, предложив расширить его функционал и использовать для новых потребностей. И в продолжение темы мы пригласили в студию второго секретаря консульского департамента МИД Бакета Асаналиева. Бакет Эрикович, добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. И скажите, пожалуйста, насколько полно обеспечивается один из четырех свобод ЕС? Это вот свободное передвижение рабочей силы, трудящихся. Ну, с момента вступления Крысской Республики в данный союз экономический, это с 2015 года, наши граждане получили преференции для пребывания, отшления трудовой деятельности на территории России. То есть на сегодняшний день уже нашим гражданам нет необходимости получения разрешения на работу, патента и так далее. Им необходимо лишь заключить трудовой договор, и на основании трудового договора они имеют право пребывать, отшлить свою деятельность. И насколько мы знаем, наши граждане постоянно жалуются, говорят об этом, что испытывают определенные трудности при оформлении регистрации. Да, действительно, эта проблема есть. Это одна из основных проблем пребывания наших граждан на территории России. Это регистрация, то есть миграционный учет, скажем, постановка на миграционный учет по месту проживания. Ранее на миграционный учет можно было вставать по месту работы, но на сегодняшний день это необходимо делать по месту фактического проживания. На миграционный учет постановка идет на основании заключенного трудового соглашения. Трудовой договор должен быть обязательно. Проблема заключается в том, что зачастую владельцы квартир, они как бы не хотят ставить, регистрировать иностранных граждан у себя в своей квартире. И отсюда и истекают эти вопросы, и нашим гражданам приходится прибегать к услугам так называемых посредников. И все проблемы начинаются с этого момента, потому что есть посредники, которые ставят наших граждан на миграционный учет и тут же их выписывают. То есть так называемые резиновые квартиры. У наших граждан на руках остается бумага, где он зарегистрирован по конкурсному адресу. Но при проверке правоохранительными органами Российской Федерации в базе данных их там, естественно, нет. И они подпадают уже под административное правонарушение. Это в лучшем случае выплата штрафа. За два и более нарушений уже предусматривается выдворение, депортация. Есть еще второй вид, это уже фальшивая регистрация. Это уже более серьезный вид нарушений. Когда поделывается подпись, печать Министерства внутреннего дела России, в данном случае уже предусматривается уголовная ответственность наших граждан. С прошлого года, даже с 2021 года, Россия вносит ряд изменений в свое миграционное законодательство. В том числе в ноябре 2022 года в Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в статье 2022 о постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц безгражданства на территории Российской Федерации. С нашей стороны тоже были проведены ряд переговоров с Российской Федерацией. То есть мы внимательно отслеживаем все законопроекты, то есть на их соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе, чтобы противоречия там не было для пребывания наших граждан. Были направлены наши предложения, то есть проведены переговоры на высоком и на высшем уровне, то есть от главы государства, от министра иностранных, где были направлены сообщения с нашими предложениями. Какие-то из них были учтены. Бактерикович, какие изменения существенные вводятся именно в этот законопроект? Данный законопроект уже принят в апреле. Он прошел второе и третье чтение. 28 апреля данный закон подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он вступит в силу по чтению 180 кальдарных дней с момента его опубликования. Он был уже опубликован в тот же день. То есть это конец октября. По нашим подсчетам, по-моему, 25 октября. Этот законопроект вступит в силу. Самые главные особенности здесь, в отличие от старых положений, здесь предусматривается направление уведомления о своем прибытии по месту проживания, то есть подстановка на миграционный учет, через портал Единые госуслуги. То есть это делается в электронном виде. Нашим гражданам необходимо там завести свой личный кабинет. И там, где они проживают, собственник квартиры также должен иметь свой личный кабинет. Если у наших граждан есть официальный договор аренды, аренды этого помещения, жилья, то согласие собственника в дальнейшем уже не требуется. То есть наши граждане, они могут сами направить уведомления электронно, либо, если не хотят электронно, могут также лично в органы миграционного учета пойти и подать документы. То есть, да, члены семьи тоже должны быть указаны в этом договоре аренды. Тогда уже зависимость от собственников квартир здесь уже отпадает. Самая главная проблема наших граждан была до этого момента, что они все были зависимы. То есть на сегодняшний день остаются от собственников квартир, которые при желании регистрируют, иногда не регистрируют наших граждан. А сейчас вот при заключении договора аренды уже согласие собственника не требуется. И второй момент. Были большие очереди в этих... Центр Сахарова, например, есть, допустим. Миграционных центрах. Да, да, в миграционных центрах, территориальных отделениях управления по вопросам миграции МВД России. Вот этот момент тоже снимается. То есть эти очереди, они из этих очередей тоже вытекают в другие проблемы. То есть появляются посредники, соответственно, там, какие-то коррупционные, может быть, схемы там и так далее. А на сегодняшний день, то есть когда этот закон уже вступит в силу, у наших граждан появится возможность в электронном формате, не обращаясь лично в эти территориальные отделения, направлять уведомления о своем прибытии. Если он не заключил такой договор аренды, во многих случаях, ну, естественно, владельцы квартиры, они не заключают эти договора. Мы эти риски тоже понимаем. В том случае требуется согласие. То есть через личный кабинет направляется уведомление. Собственник квартиры также должен подтвердить, что да, что он у него проживает. Очень хорошо, намного облегчает, да, участь наших соотечественников, вообще трудовых мигрантов, да, на территории стран Евразийского совета. На самом деле большие проблемы возникали, вытекали из-за вот этой регистрации, да, потому что владельцы квартиры, они, представляете, вот за последние годы, по-моему, на три месяца ставили, брали где-то от пяти до семи и даже больше тысяч рублей. И потом истекают эти три месяца, даже не истекают до конца, и вот их выводили из базы данных. Да. Ну, на сегодняшний день, как бы, пока еще старые положения действуют. Значит, до 25 октября примерно. Да. А потом уже начнут действовать новые положения. Новые, да, положения. Положения, закон еще действует там. Очень хорошо, хорошая новость на самом деле. Вот мы заговорили, что из-за многих нарушений, да, миграционного законодательства, многие наши соотечественники попадают в так называемый черный список. Да. Сегодня какова статистика, сколько наших граждан числится, да, в этом списке? И по каким именно причинам в основном они попадают туда? В черный список попадают в основном по административным правонарушениям на территории Российской Федерации. Это очень большое количество наших граждан, это порядка 150 тысяч наших граждан работают в сфере такси, общественного транспорта. То есть это нарушение правил дорожного движения. Это, опять-таки же, регистрация не по месту жительства. Вот, с 21-го года, как ввели новые требования о прохождении, об обязательном прохождении медицинского осмотра, также вот, допустим, дактилоскопия. Дактилоскопия, те, которые не прошли эти процедуры, также могут быть включены в этот список. Так, ну, нами постоянно проводится, вот, министерством, нашим посольством в России за гражданами с российской стороны работа по выведению из этого списка наших граждан. В 22-м году нам удалось, вот, с российской стороной проработать вопрос. Порядка 47 тысяч наших граждан были выведены из данного списка. Но, к сожалению, на данный момент, по данным МВД России, вот, порядка 42 тысяч наших граждан пока еще остаются в данном списке. Ну, нами постоянно ведется работа, то есть, с российской стороны ведутся переговоры, то есть, на всех уровнях встреч мы поднимаем этот вопрос, в том числе и по облегчению вот этих видов наказаний за административное правонарушение, чтобы не было вот этого выдворения за два и более, потому что там, ну... Чтобы обходились хотя бы штрафами. Да, штрафами. В этом направлении работа ведется. Хорошо. Вот мы затронули деятельность миграционного центра Сахарова. Был разговор, что у нас в Кыргызстане откроется филиал этого центра. В этом направлении какая-то работа ведется? Да, в этом направлении работа ведется. Была действительно достигнута такая договоренность с Россией. На сегодняшний день Министерство труда, социального обеспечения и миграции ведет работу с российскими органами по открытию миграционных центров на территории Кыргызской республики. Буквально недавно, неделю-две назад, по-моему, приезжала уже делегация Российской Федерации. Они здесь осматривали помещения, подходящие для такого центра. Сейчас ведутся переговоры по перечню услуг, которые должны оказываться в данном иммиграционном центре. Российская сторона уже готова привести оборудование, поставить, чтобы наши граждане могли проходить процедуру дактилоскопии, фотографирования на территории уже Кыргызской республики перед выездом в Россию. А медосмотр? Медосмотр. Этот вопрос сейчас прорабатывается с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Но он требует определенного времени, потому что там опять-таки же признание результатов, то есть лаборатории, какие лаборатории будут задействованы, будут ли командированы врачи из России, либо же здесь врачи будут. То есть в этом плане сейчас работа ведется, но мы стараемся прийти к тому, чтобы медицинское освидетельствование тоже наши граждане могли проходить уже на территории Кыргызской республики. Потому что есть случаи, когда, к сожалению, наши граждане, находясь уже в России, проходят медосвидетельствование, ну и выявляются какие-то болезни, о которых, может быть, наши граждане не знали, вот, и им приходится там проходить лечение, а им здесь будет проще, если человек здесь прошел, он уже знает, он может здесь, как бы, пройти необходимое лечение и уже потом выехать в Россию, например. А в каких городах планируется открыть? В Бишкеке-Аше? Да, в Бишкеке-Аше, ну, первоначально, вот сейчас Бишкеку, сейчас это помещение рассматривают. Открытие таких центров должно, как бы, намного облегчить положение наших граждан, потому что, как бы, эти центры, даже вот, прилетая в Москву, сам центр Сахара, он находится в 80 километрах от города, то есть, гражданам, чтобы туда ездить, проходить, поэтому открытие таких центров, он способствует облегчению положения наших граждан. Конечно, конечно. В последние годы количество услуг, предоставляемых консульскими службами Кыргызстана за рубежом, увеличивается. Вот на сегодня наши соотечественники, проживающие, работающие за пределами страны, какими услугами могут воспользоваться именно в консульских отделах? Ну, у нас с каждым годом увеличивается количество видов, предоставляемых консульских услуг нашим гражданам. Если несколько лет назад, там, лет пять назад, это были только паспорта, получение возможность обмена паспорта, и то общегражданского, то есть, заграничного паспорта, и там, свидетельства о рождении или о смерти, то на сегодняшний день, уже с 21-го года, граждане имеют право получить также и ID-карты, внутренний паспорт в Крысской республике. С 22-го года уже наши граждане имеют возможность обменять свое водительское удостоверение при истечении сроков действия. На сегодняшний день 29 видов консульских услуг уже предоставляют. 29 по перечню, 29 видов. То есть, сейчас все консульские услуги переведены в электронный формат, это намного облегчило работу. и качество предоставляемых услуг нашим гражданам, то есть, получение всех видов справок о том, что человек не состоит в браке, о том, что он не судим на территории Крысской республики, там различные справки, все они сейчас выдаются на сегодняшний день нашим посольствам, то есть, достаточно лишь пойти заранее, там, ничего заполнять не надо, с паспортом, с документами человек приходит, и через автоматизированную систему вся эта работа проводится. Очень хорошо, очень хорошо. И количество окон увеличилось в Москве, например, да? На сегодняшний день, да, у нас 15 окон, осуществляет прием, выдачу документов, это только по Москве. Кроме этого, у нас есть два генеральных консульства, это в городе Екатеринбург, в городе Новосибирск, также в семи регионах Российской Федерации у нас есть канцелярии, отделение нашего посольства в Москве, это в городах Иркутск, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Южно-Сахалинск, Сургут. Вот в этих городах также наши граждане имеют возможность получить все виды консульских услуг. На сегодняшний день, с 22 года, был увеличен штат сотрудников нашего посольства, в частности, количество юристов. На сегодняшний день 25 сотрудников у нас осуществляет деятельность в нашем консульском отделе посольства. В прошлом году нашим посольствам было предоставлено свыше 130 тысяч консульских услуг нашим гражданам. Да, намного увеличилось количество предоставленных услуг. То есть, если по сравнению, допустим, с 2017 годом, там в районе 50 тысяч, насколько я знаю, на сегодняшний день это 130 тысяч консульских услуг. И это не предел. И это не предел, да. В этом году, в марте, у нас был разработан специальный документ для наших соотечественников, бывших, которые имеют другое гражданство. На сегодняшний день являются гражданами других государств, но их связывает с Кыргызстаном. Допустим, они состояли в нашем гражданстве, их дети, внуки. Вы имеете в виду Мекенкарт? Да, абсолютно верно. Это Мекенкарт. С марта месяца уже граждане могут подавать как на территорию Кыргызстанской республики, так и в наших загранучреждениях для получения Мекенкарты. То есть, эта карта, она дает право нашим гражданам заезжать в Кыргызстанскую республику, пребывать, выезжать, осуществлять трудовую деятельность, получать все виды медицинских услуг наравне с нашими гражданами, отчуждать сельскохозяйственные угодья. Даже так, да? Да. Кроме участия в выборах. Да. Очень хорошо. И еще такой острый вопрос имеется. Экстрадиция осужденных наших соотечественников в России, да? Да. Ну, кроме того, сейчас в данном направлении ведется активная работа по поручениям главы государства с прошлого года в данном направлении. Мы с российской стороной тоже проводим работу. Была создана рабочая группа, на сегодняшний день она работает. Это было инициировано Министерством иностранных дел. В эту рабочую группу входит, как основной орган, который ведет эту работу, это Генеральная прокуратура Паруской Республики, представители Верховного суда, а также службы исполнения наказаний при имени Средства юстиции. В марте по приглашению российской стороны наша делегация съездила в Москву, были проведены переговоры, очень плодотворные встречи были проведены. На сегодняшний день, к сожалению, количество осужденных наших граждан составляет 1064 человек по всей территории Российской Федерации. Нашими консулами в прошлом году были осуществлены более 50 выездов из правительной колонии, где наши граждане отбывают наказание. Более чем с 500 нашими гражданами были проведены встречи. То есть в рамках этих встреч предоставляется полная юридическая консультация. Также разъясняется их права на возможность перевода для дальнейшего отбывания наказания на территории Российской Республики. Кроме этого, в первом квартале, в январе-феврале, нашими заграничными учреждениями был проработан вопрос по направлению индивидуальных писем каждому осужденному. 7 064 гражданам были направлены письма с разъяснительным материалом, то есть образец заявления, куда надо писать. Если, допустим, в прошлом году, подробная статистика в Генеральной прокуратуре, так как это основной орган, который ведет эту работу, было переведено всего 33 человека. В этом году, уже в первом квартале, насколько мне известно, уже 26 переведены. Вот на сегодняшний день, вроде, сейчас я вам точно скажу, поступило в настоящее время, по-моему, на рассмотрение Верховного Суда уже около 80 хадатайцев находятся. Очень хорошо. К сожалению, количество преступлений, совершаемых нашими соотечественниками на территории России, увеличивается. Статистика растет. В основном наши попадают курьеры, наши соотечественники, которые занимаются частным извозом, таксистами работают с наркотиками. Да. Многих подставляют. Да, к сожалению, это так. Информационную разницу ведется в этом направлении. Да. Как министерствам, так и нашими законодательными среждениями, совместно с нашими соотечественниками, активистами, с привлечением наших диаспор, представителей, на постоянной основе ведется работа. К сожалению, да, статистика показывает, что количество совершаемых преступлений растет. Если в прошлом году, в 21 году это составляло 3129, если я не ошибаюсь, то в 22 году 4439. Из них 614 – это вот за наркотики. За наркотики, да. Да. К сожалению. Это молодежь? Это в основном молодежь. До 20-25 лет. То есть там соблазн, то есть легкие деньги. Есть случаи, когда человек об этом не знал, ему и передали, вот в случае курьеров. Но незнание тоже не освобождает ответственности от ответственности. То есть если при задержании при них оказываются наркотические вещества, то, естественно, уже дальше идет процесс возбуждения уголовного дела и так далее. Но, к сожалению, в большинстве случаев это люди идут туда. То есть есть телеграм-каналы, в соцсетях различные объявления. То есть это, наверное, все-таки от того, что недостаточно информировано, да, у гражданин. То есть вот правовой грамотности не хватает. Потому что на территории России за данный вид преступления, это считается очень тяжким видом преступления, от 10 лет и выше. То есть всех, кого задержали за распространение и так далее, то есть в среднем 9-10 лет и выше. То есть очень тяжелое наказание за данный вид преступления. Поэтому хотел бы призвать всех наших граждан не идти легким путем зарабатывания этих денег, не поддаваться на различные вот эти объявления. То есть лучше работать своим трудом, зарабатывать деньги, но оставаться как бы с родными, близкими. Потому что на сегодняшний день большая проблема наших граждан в том, что вот почему вопрос перевода осужден стоит, родители находятся на территории Кыргызстана. То есть не у всех есть возможность ездить в Россию, видеть своих родных. Поэтому большое количество родителей обращаются и к главе государства, и к нам с просьбой помочь им перевезти их детей на территорию Кыргызской республики. Потому что здесь уже как бы у них будет возможность видеться со своими детьми, то есть носить им еду и так далее. Буктыр Ильич, Эрикович, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, несмотря на выходной день, и ответили на наши такие слободневные вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Уважаемые телезрители, а я напомню, что у нас в гостях был второй секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Бакет Асаналиев. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова